Наука, которую вы называете нумерологией, на планете Ислер всегда была частью познания мира. То есть это было наукой, которая у вас, я даже не могу подобрать аналога, ну не математика точно, а что-то наподобие философии чисел. И было множество трактовок, было множество учений о чисел, о значении чисел. То есть, опять же, не трактовок, а личностных объяснений, можно так сказать, что одну и ту же информацию, одну и ту же цифру можно понимать по-разному. Также сыграло роль то, что на Ислере существует восьмеричная система счисления. То есть у нас существует восемь основных знаков, которые обозначают однозначные числа, однозначные цифры. И существуют значки, которые увеличивают эти основные знаки и приписывают к ним другие, чтобы обозначать двузначные числа, трёхзначные числа и так далее. И каждый из этих чисел, он сейчас показывает, какие-то заколючки наподобие китайских иероглифов, узоры даже, я бы сказала, да. Такие квадраты, и в них нарисованы какие-то крючки. Да, он говорит, что каждый из этих восьми чисел обозначало одно из восьми состояний Вселенной, ну вообще, да, энергетики Вселенной. Почему мы это изучали? Потому что у нас было представление, что каждое число — это энергетическая волна, которая появлялась, и они появлялись одни за другой, одна за другой при сотворении Вселенной, при её проявлении из Духовного мира. И институт, который ты говоришь сейчас, он основан очень давно, практически ещё до вхождения из Леры в Междузвёздный Союз, уже занимались этим наши научные работники, тем, что разрабатывали различные формулы для того, чтобы можно было составить нумерологическую карту Личности как подсказку. Воплотившемуся духу о том, какие его задачи, какой его уровень и так далее. Просто для исследовцев эти формулы несколько другие, так как у нас другой алфавит, другая система счисления и так далее. Но когда Ислер вошёл в Междузвёздный Союз, я знаю просто историю этого института, так как мои хорошие друзья там работают, и я часто туда прохожу. Хотя я сам уже являюсь биологом и психологом, но я всегда интересовался именно нумерологией, и часто с ними беседовал и находился на их рабочем месте. Я хочу сказать, что уже после вступления в Междузвёздный Союз планеты Ислер, нумерологические институты стали изучать создание формул, необходимых для других планет. В нашей галактике, то есть в Междузвёздном Союзе, планета Ислер является одной из ведущих в изучении нумерологических, философских и числовых систем. Применительно к выявлению условий воплощений и кармических обстоятельств прошлых воплощений. Просто есть различные формулы, которые применяются в том или ином случае для того, чтобы вычислить очень много параметров. И естественно, когда я начал работать с землянами, я уделила особое внимание тому, чтобы интегрировать науку о числах планеты Ислер и земной способ счёта, земное исчисление и земные алфавиты. Чтобы составить формулы, подходящие для землян. В том числе я этот вопрос поднимал в одном из крупнейших институтов столицы нашей планеты. Это было в 1989 году по земному времени. И там вместе с моими друзьями, ведущими нумерологами, философами и специалистами по воплощениям, были составлены формулы для землян непосредственно в контакте с ангелами-консультантами из Духовного мира. И уже потом я стала пользоваться этими формулами и проверять их точность на конкретных людях, на конкретных контактеорах или известных людях, чьи данные мне были известны. То есть значимость такой наук, как нумерология, на планете Ислер такова, что при рождении каждого ребёнка родителям выдаётся специальным компьютером его личная карточка, где указаны его нумерологические коды. И это вот как получение вашего свидетельства о рождении, только сюда вписаны коды, которые будут необходимы его родителям, считается, что это необходимо его родителям, для того, чтобы они смогли его лучше адаптировать, этого духа лучше адаптировать к материальному миру на нашей планете. То есть всё это связано ещё с образованием в наших школах. Как я уже говорила, в наших школах есть предмет, который называется семейная психология. Одной из темы изучения в этом предмете являются способы воспитания детей. То есть детей, подростков учат на примерах, на различных схемах и так далее, как находить общий язык с их собственным ребёнком, как ему устраивать безопасную среду, как ощущать его чувства как свои и так далее. И также там есть большая глава о том, как помочь ребёнку адаптироваться, пришедшим там с различных уровней, с различными задачами. То есть это всё преподается уже в гармонии с этой нумерологией. Нумерология и астрология, но правда астрология была не похожа на земные формы, потому что у нас там другие формы созвездий, звёзд и так далее. Но всё равно мы обращали внимание на звёзды, планеты, на сочетание звёзд в момент рождения нашего гуманоида, из Слеровца. И, как я уже сказала, этим очень плотно занимались на Ислере ещё до вступления в Международный Союз. И после вступления мы поделились этими открытиями со всей галактикой. И, кроме того, наша цивилизация стала изучать аналогичные системы на других планетах, потому что на многих планетах обращали внимание на сакральное значение цифр. В том числе я знаю, что есть нумерология на Земле. Разные системы нумерологии есть на Земле. Система Пифагора, его учеников и так далее. И я тоже через своих контактёров, через хроники Акаши и через средства массовой информации разными способами изучал также земные нумерологические системы, различные, да, как описываются цифры, их значения и схожесть изучал с Эслеров системами. И, ну, так как сопоставить это тоже достаточно трудно, потому что я уже сказала, что у вас десятиричная система от цифр, а у нас восьмиричная. Кроме того, изображения цифр отличаются, и значения цифр отличаются. Но я понял основные принципы земной нумерологической системы, что означает та или иная цифра именно на Земле. И уже с позиции земной нумерологической, да, уже с позиции земной нумерологической системы я стала рассматривать, ну, все учения ваши земные, которые относятся к этому предмету. Я изучал там способы расчёта различных цифр, цифр, да, цифр судьбы, цифр кармы, чисел судьбы, чисел кармы, различных числовых матриц, которые выявляют характер и так далее. Я изучал и астрологию, да, вашу. В том числе я консультировался с духами, да, с ангелами-консультантами, которые держат в своём разуме информацию и по астрологическим, и по нумерологическим параметрам любой планеты для того, чтобы туда воплощать духов в нужное им время и место. Также я серьёзно изучал вопрос духовного влияния, влияние духовного мира на нумерологию. Меня серьёзно интересовал вопрос, каким образом получается так, что тот или иной дух воплощается именно в той семье, в которой ему дают, например, определённое имя. То есть я это вижу как родителям, то есть периодически, пока вот ребёнок ещё не выполнялся, ангелы на ушко шепчут имя. Как ты это видишь? Тут всё проще. Дело в том, что ангелам-консультантам дано такое право Богу посмотреть в его будущее документы о рождении. И смотреть именно в тот вариант, который проявится в материальном мире на 100%. Именно поэтому ангелы знают уже, как назовут ребёнка. Да, но сами никак не влияют на этот выбор. Они просто его знают заранее. Понятно. Так же, как, например, ты, ну, например, посмотрев, да, вот, например, если ты посмотришь какой-то фильм, и там будут звать, там будет имя какого-то героя, ты будешь его знать, но ты ему не выбирала это имя. Понятно. Значит, в духовном мире кто-то из ангелов всё-таки знает стопроцентное будущее. Ну, это как не всё будущее, а именно вот документально. То есть всё, что относится к официальным документам, потому что это нужно, так эта информация даёт доступ до Небесного Отеца, Бога, для того, чтобы ангелы-консультанты направили в это воплощение именно конкретного Духа. Ведь имя обозначает, в первую очередь, совокупность всех вибраций, всех кармических, всех кармических влияний, которые он собрал за все свои предыдущие воплощения, но особенно за последние. То есть 80% влияния на имя это от последнего воплощения. Ну, в среднем считается так. А только 20% с предыдущих воплощений. Почему так получается? Я тоже исследовала этот вопрос. Потому что последнее воплощение больше всего повлияло на то, какие качества были набраны, то есть наработаны душой, а какие, да, духом, ну да, воплощенной частью духа, а какие не были, да, наработаны. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот эти вот… Ну, это просто говорит, именно поэтому душа, которая вышла из воплощения и слилась со своим Высшим Я, продолжает в большей степени себя считать той Личностью, которая была последней воплощена. А других она просто помнит. Ну да, потому что свежа память прошлого воплощения. Да, но когда у этого духа будет следующее воплощение, то когда он выйдет из НИПО, он будет в большей степени помнить свою последнюю жизнь. А та, которая у него была до этого, она уже отодвинется на второй план. И какое тогда значение имеет для нас наша жизнь? Ну он… Это я сейчас уже зрягала. Мит, какое значение тогда имеет для нас наша жизнь? Ну он говорит, что огромное значение здесь дело не в памяти, а в возможности приобрести те вибрации, которые расширят спектр возможности погружения духа в свет Бога. Это вот как повышение уровня, это все расширение возможностей и повышение уровня счастья. Вот моя рука И рядом с тобой я Звездная семья Касси Абдея Вместе познаем Миры и созвездия Мы одна семья Касси Абдея Вот моя рука Касси Абдея Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok